Меня зовут Роман, я работаю ведущим агрономом по развитию технологий в довольно небольшом агрохолдинге Наргомера. И сейчас хотел бы тоже немного рассказать о результатах той работы, которую мы проводим. Как-то еще в марте этого года, когда планировалось проведение данного мероприятия, Расул Гаджимарович мне позвонил, обратился. Говорит, можешь ли ты рассказать, поведать, как у нас в холдинге решали проблему 20-го года, которые возникали на полях наших предприятий. Следующий, можно? Ну, немного угодно информацию расскажу, можно нажать. Еще раз. У нас в агрохолдинге земельный банк составляет порядка 80 тысяч гектар, это тысячи госпредприятия. Одно из предприятий находится в Красноарктийском районе, зона неустойчивого увлажнения, там это минимальная технология. И два предприятия, это Петровский и Патовский район, заслужившая зона, это до 400 миллиметров осадков. Именно в этих предприятиях у нас возделывается полевая культура по тьмоге мультилы, порядка 40 тысяч гектаров. В целом у нас в холдинге есть как основное производство поддержания технологий, так и направление развития технологий. То есть это то направление, где мы стараемся решать проблемы нашего производства путем опытных работ. Помимо проблем, конечно же, это поиск и внедрение новаций, которые выходят в хозяйственные отрасли. В целом, если у нас опытные работы идут по направлениям, основные четыре направления – это сортоиспытания, средства защиты растений, удобрения и технологии возделания. По сортоиспытаниям – это охват всех культур, в том числе и гибридов. Например, в этом году у нас в целом порядка более 150 опытных работ. По гибридам, например, того же подсолнечника у нас более 30 вариантов на испытания находятся. У каждого из них разные направления на устойчивость заразихи, помысл личности и тому подобное. По средствам защиты и удобрениям мы в любую новую препарацию уходим, новинку, всегда это все тестируем. У нас имеется этапность наших опытных работ и, соответственно, агротехника. Если охват по культурам, то у нас основная тройка – это зимы и зерновые культуры по опытным работам занимают долю, технические культуры – подсолнечный клен и бобовые культуры – это зимующие и яровые горохи. Есть также овощи на опытных работах, это лук, картофель нарушение, кукуруза и сорга на зерно и корма, потому что есть животноводство. Ну и одной из проблем, которую я хотел бы обозначить, сегодня о ней уже говорили, это мышевидные грызуны и те пути и способы, которые мы искали для борьбы с ними. В 20-м году, я думаю, многих из вас и Старополь, и Ростовской области, в частности, был прям пик вредоносности мышевидными грызунами. Это апрель, май, где они вредили не только у нас на посевах озимой пшеницы, но и по подсолнечнику, льну, на сорга. И мы начали активно искать способы и методы, чем мы можем на сегодняшний день, в условиях жары, уже была засуха, бороться с мышами. Можно сказать еще что-то? Один из способов, которые мы искали, это испытания репеллентов. В данном случае здесь мы обвиняли на посевах сои и сорга. Но сами понимаете, что репеллент, конечно, мышей уничтожает. Это будет миграция либо на соседние поля собственные, либо соседние хозяйства. Соответственно, здесь эффективность средних это было 50%. Мы понимали, что это для нас не выход. Можно следующее, пожалуйста. Далее, которое сегодня говорило, представители, аргенции говорили о бактерициде. Здесь эта жидкая форма была, прибанка собственного приготовления. Это уже был август месяц. И мы заложили два варианта. Это где замоченное зерно, на ночь замачивали его. И сухое зерно без замачивания с бактерицидом. Соответственно, да, мы увидели, что в августе месяце у нас через 10 дней эффективность замоченного зерна выше, чем без замачивания. Варену 66% было. Соответственно, на этот момент мы принимали решение, как мы будем защищать свои посевы под урожай уже, ну, под сев осени. Было правильно принято нами тогда решение, что мы начали с августа и по сентябрь применять уже бактерицид с предварительными замачиваниями зерна, где были просто по периметру отработанные поля. И это был в сентябрь. В конце октября я делал уже мониторинг по лесополосам. То есть мы хотели защитить, в первую очередь, от нашествия мышей лесополос, где, ну, порядка на учетную площадь я брал 30 квадратных метров и нашел мышей унифицированных. То есть это признаки имена сальмонеллы или от бактерицида. Если я не ошибаюсь, ну, где-то 21 фосы была. Ну, то есть, да, это был способ действительно на тот момент самый эффективный. Но мы не останавливались, искали другие способы, и химические можно применить. Нашли на рынке такие гранулы, как марторат, тратидион, потому что у них сопоставимое, ну, одинаково, действие вещество с бромбитой и радикумом, но те приманки, которые мы применяли, то есть лишь зерно не ело. Мы искали другие способы, нашли гранулы, начали применять. Два способа было, это и ручной способ, и внесение, ну, рума, разбрасывание. Могу сказать, что в оба способа гранулы, конечно же, эффективнее. Они видны 88-88 процентов. У них, во-первых, и поедаемость была выше, чем, например, у зерна, протравленных химическим обычным препаратом. Но он, конечно же, по экономике дороже. Это вот эффективно сочинало способа. Переходить дальше можно? И разбросной способ. Мы видим, что через 10 дней пошло повторное заселение. Тут вопрос, да, действительно, стоит, как Сергей Андреевич сказал, что мышь придет туда, если мы положили в норку, мышь придет, там же есть съезд. Разбросной способ. Мышь где-то одну поймало зерно, и этой дозы ей не хватает для полунищтожения. Я еще хотел, ну, когда гранулы выделят, с вами легко у нас с румом, без проблем. Я еще задумался по поводу мышей. Давайте, следующий слайд, можно? Каким сейчас мы начали действовать путем? Вроде мы нашли себе выход, то, что можно за зерно замачивать, и эффективность выше приманок. Но не всегда это так. Сейчас мы начали применять у себя оценку поедаемости приманки в динамике в зависимости от сезона. Я не стал здесь расписывать полные схемы, чтобы не занимать времени. Но, например, первая, вторая, это, видимо, был июль 2020 года. У меня там было вариантов. Мы ищем зерновые основы для приманки и аттрактанты. Там было у нас три аттрактанта. Это вообще просто сухая основа с добавлением масла, с добавлением масла с соли, с добавлением масла с соли с ванилином. И для контроля это раскладывало дольки яблок. То есть на тот момент уже был подсолнечник цвел, они еще ели подсолнечник, подгрызая стебли. Но сухую приманку они не брали, они съели яблоки, то есть они нуждались в сочной кормовой базе, потому что уже наступала засуха, влаги не хватало. И из-за этого всего они четко съели еще подсолнечные семена, жареные, соленые, с ванилином. Ну, то есть мы нарабатываем базу такую данную. И в качестве такого эксперимента я себя проводил, они очень хорошо питались с кормом для собак. А все остальное они не выставили брать. Там были ячмени, кукуруза, зерно, рис, гречиха. Это они ничего не брали. Соответственно, Даша пришел уже в августе месяце на учет поедаемости приманок. Там картина совершенно поменялась. Они в это время уже, кормовой базы зеленой у них нету. Все уже убрали. Они начали питаться зерновой основой. Поедаемость у них была очень высокая, от 80 до 100%. И как раз мы работали тогда и бактериолицидом, и химическим препаратом. Это август месяц. Хотя по бактериолициду, да, многие рекомендации дают, что при таких температурных режимах он не работает. Но мы в вечернее время вносили, эффективность от этого была. Соответственно, далее я провел уже учет поедаемости в октябре 2020 года. Тогда поедаемость любых зерновых основ была в пределах до 3-3%. Почему? Сходов у нас в этом предприятии появились только уже в ноябре. В октябре их не было. Те мыши, которые я находил на полях, они, видно, были страдали, у них было обезвоживание. То есть в мышей вышла уже естественная убыль. И, соответственно, было бы нерационально применять какие-то приманки, защищать, если мыши не питаются. Хоть это была замоченная, хоть и замоченная, химическая либо бактериолицид. Например, это уже учет поедаемости проводил я в апреле этого года. У нас на горохе была вспышка по мышам. Там где-то порядка... А вам все речи, одна минутка еще. Да, я уже заканчиваю. И здесь уже, например, четко они забирали, где-то порядка, поедая 50%, зерно пшеницы забрали, но сухое. С добавлением либо массы соли, либо чисто просто с ванилином. Например, замоченное зерно они не взяли, то есть гранул они не забрали. Тоже, но опять-таки, вовсе всегда в учетах забирают, они подсолнечник едят, мыши любят. Вот, и мы начали себя усовершенствовать, видим, что на кормовой стол я начал ставить специальную камеру. То есть мы отслеживаем еще и динамики, в полях, на что мыши идут и чем будут питаться. То есть для чего это мы делаем? Мы начали таким путем отрабатывать себе, накапливать статистические данные и разрабатывать базу рецептов. В какой период, по какой культуре, когда мы можем работать приманками, в зависимости от подбирать основу, акротан и сам препарат. Вот, и еще одно такое хотел поделиться, мониторил, американские ученые вывели по мышам. Я когда проводил в апреле, заметил, что мыши как зерно затаскивали в нору, так же и брали растения. Я подумал, может у них такой же рефлекс есть, как много, может замечали собаки и кошки, они когда чувствуют недомогание, либо отравление, едят траву, чтобы вызвать реводный рефлекс, кошки и собаки. Я думал, может мыши так же по этому пути идут. Почему нет эффективности? Потому что эффективность самой приманки, поедаемость 50% и эффективность 50%, не 100%. Но почитал данные американских ученых, где они сообщили, что у мыши нервная система, цепь нервных нервов от мозга до ее челюсти нет. Соответственно, у мыши отсутствует ротовый рефлекс. Но мыши четко, они как бы тоже не глупые, четко понимают, если они почувствовали какой-то признаки первого недомогания, они начинают есть почву, как асорбент. И весь вероятность, что, я уже задумываюсь, по следующему этапу придется препарацию делать, если у них едят у нас они почвы или нет. Вот такими путями и способами мы ищем пути решения по возникающим проблемам в производстве. У меня все это только врубка. Спасибо, Роман Сергеевич. Есть вопросы к Роман Сергеевичу? Нет? Двигаемся дальше.